2 и добрый вечер друзья кокша видеограмм это наша очередная прямая трансляция мы сейчас пока подключается подключается до технические проверки и как раз люди будут понемногу потихонечку помаленечку заходить мы отправим уже ты через что зашел точная куча видеорол сейчас мы отправим запрос алия бдиной который является юристом и директором кургалка чар как слышно прием как слышно прием поставьте вот такой вот смайл лайк что если нас хорошо слышно обязательно от практики картинка как мы видим здесь супер звук единственное хотелось бы узнать обратная связь услышать от вас мы немножко будем немножко кричать потому что прошлый раз учли с прошлого раза ваши рекомендации по звуку немножко вам надо будет подождать потому что уже был приобретен специальный агрегат который позволит нам будущем сделать звук намного лучше и качественнее алия здравствуйте да здравствуйте здравствуйте ребята так хорошо сейчас вас пока полчаса илья настроить звук сейчас приветствуем друг друга вот отлично алия немножко попозже алия немножко вот так чтобы наклонить на себя телефон чтобы мы видели вас ну что друзья добрый вечер кокши идиограмм алия обдинова мы вас приветствуем рада вас видеть здрасте такая да мы знаете уже так приводились к вам с трепетом ждем встречи всегда и в этот раз на на по предыдущим так сказать темам мы уже обусловили что сегодняшний эфир мы посвятим тому как рассказу тому как связываются между собой все эти законопроекты и утвержденный уже действующий кодекс о здоровье который был принят но седьмого но седьмого 2020 года давайте в первую очередь познакомимся по в смысле со зрителем потому что многие последнее время подписываются на кокши идиограмм благодаря нашим активистам в том числе илья обдиновой и возможно некоторые не знают давайте чтобы нас всех знали и что мы несем именно полезную информацию непонятные эфиры меня зовут даника паров или асимус ренат и скаков а мы являемся команды кокши идиограмм и сегодня наша третья прямая трансляция с любимой можно сказать уже родной алией абдиновой который является юристом и директором общественного фонда кургал эйчар вам слово мне да да могу говорить но мы в предыдущих но чтобы освежить да на памяти мы в предыдущих двух частях эфира говорили о том что не хорошо слышно хорошо мы в первых двух частях прямого эфира говорили о том что как внедряются разные проекты законопроекты ну не только в казахстане но мы сейчас частности говорим про казахстан да что фонд сорос первоначально за несколько лет вперед или может за 10 лет вперед подготавливает общественное сознание через гранты неправительственным организациям через круглые столы и всякое такое и перед внедрением начинают сгущать краски по поводу статистик говоря о том что вот у вас эпидемия вич спит для внедрения метадона или же говорят о том что у вас рост суицида в принципе такие заголовки она была в принципе во всем постсоветском пространстве слово первое место оно прям знаете одновременно и киргизии в россии у нас прям появился вот это слово первое и ну таким образом манипулировало сознание да и сейчас что чуть ли не в каждой семье убивают насилуют женщин бьют но с одной стороны это такие проблемы существуют то есть как бы здесь есть в этом правда но это очень гиперболизируется и сгущается и начинает как мельтешить перед глазами для того чтобы в конце концов человек сказал да решите же в конце концов эту проблему а потом уже когда у общества появляется такое что давайте решайте эту проблему в этот момент предлагается решение а что я еще это предыдущих я частях не говорила там есть знаете когда вот предлагается нашим то есть сперва дается нашим казахстанским гражданам попробовать самим решить проблему и между прочим наши казахстанцы но наши казахстанские специалисты они находят причину вот по той же превенции суицида ну там что это проблемы с ант с учебой всякое такое да то есть разногласия с родителями со сверстниками и первоначально начинали работать с этим и пошло снижение превенции суицида тогда начали говорить нет не в этом проблема а проблема в психическом здоровье детей ну это же нужно свое решение проблемы предложить это психиатрическое решение то есть начинается отметать предложение наших специалистов вот это мы говорили в предыдущих а потом уже когда если граждане начинают сопротивляться вот как мы сейчас отбили законопроект о семейно-бытовом насилии да и потом предлагаются уже другие альтернативные меры как говорится не мы тем так катанием протаскивать этот проект мы в прошлых двух частях рассматривали как метадон у нас в казахстане внедряется но прежде чем сейчас перейти уже к теме к третьей части я бы хотела остановиться на том же проекте превенции суицида потому что мы в предыдущем эфире об этом не до конца я как бы успела сказать и потом уже от этого исходя я свяжу это с кодексом здоровья и также теми антисемейными законопроектами которые у нас рассматриваются сейчас в казахстане в том числе чтобы нас не обвинили в том что мы это придумываем или там манипулируем сознанием я приведу несколько примеров зарубежных опытов где аналогично законопроекты работали с чем родители столкнулись и как они с этим законопроектом боролись ну то есть у них уже это был закон да скажите вот прежде чем начнете дайте пожалуйста знак чтобы мы некоторую информацию донесли для наших зрителей а потом вы начнете третью часть хорошо? не поняла чуть-чуть прежде чем вы начнете про третью часть вещать нам нужно донести информацию до зрителей очень короткую и потом вы начнете хорошо? про антисемейные законопроекты? да, да, да но у нас сейчас в казахстане рассматривается три законопроекта но сейчас один законопроект сняли это закон о семейно-бытовом насилии то есть это был новый законопроект то есть у нас есть законопроект о семейно-бытовом насилии 2009 года который в принципе был нерабочим и сейчас в него вносили почти 80% изменений соответственно это как новый законопроект был инициирован в марте 2020 года также Можилис и инициировал еще два законопроекта получается это о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты детей это кодекс о браке и семье это закон о правах детей это административный кодекс уголовный кодекс где ужесточается наказание родителей то есть это ряд получается ряд законопроектов также к законопроекту о семейно-бытовом насилии был еще сопутствующий законопроект вот как раз там в уголовный и административный кодекс вносили изменения вот сейчас по крайней мере в официальных СМИ вышла информация что законопроект о семейно-бытовом насилии сейчас отозван но я в дальнейшем еще хочу ну давайте сейчас на этом остановлюсь но мы вот если исходить из проекта метадона которых я в первых двух частях затрагивала это еще не говорит о том что мы стопроцентно выиграли мы это народ почему? потому что его будут протаскивать разными путями мы сейчас это и наблюдаем ну например может заработать старый закон действующий закон о семейно-бытовом насилии где например вот эти моменты психкоррекции вот эти виды насилия в 2015 году уже были внесены о котором мы сейчас поднимали вот эти размытые формулировки насилия где насильником в принципе может стать любой гражданин любая семья ну например там ограничение в виде то есть домой прийти и проверить продукты или же бытовые условия там есть ли отдельная комната у ребенка соответствует ли это согласно закону о жилищных отношениях на каждого члена семьи 15 квадратов да у нас половина казахстанцев живут там в ремянках или съемных квартирах в однокомнатных несколько семей то есть уже этот то есть есть опасения что может заработать могут применять нормы действующего закона это во-первых во-вторых уже обучают сейчас психологов специалисты Соединенных Штатов Америки 26 января обучали плюс у нас вовсю идет обучение социальных работников где им преподносят что они должны изучить экосистему семьи с кем общаются вплоть до двоюродных братьев и сестер ребенка то есть прям семью прям взять под контроль это как сопровождать семью это буквально вот вчера позавчера то есть такие семинары уже проходят как я во второй части рассказывала что по метадону как было да будут не согласны но что нам нужно делать это прям в программе было написано нам нужно проводить парламентские слушания нам нужно дружественно работать со СМИ нам нужно прорабатывать семинары тренинги с депутатами то есть они будут это продолжать будем строить инфраструктуру если по аналогии смотреть то же самое и происходит сейчас то есть инфраструктура как строилась так и строится плюс в школах какие-то приказы спустили это вот мне вчера голосовое сообщение одна мама отправила переправила сообщение сотрудников школ где уже говорят нам спустили с управления образования какой-то приказ мы сейчас сделали запрос о том что мы придем и будем ваши бытовые условия смотреть есть ли там отдельная комната имеется ли учебное место то есть там конкретно было на казахском языке там было сказано нам спустили такой приказ по семейно-бытовому насилию потому что вы же видите насилие везде да типа вот то есть это отдельными вот такими приказиками знаете вот этими приказами этих министерства образования какими-то приказами ну то есть вот такими приказами взаимодействия то есть такими внутренними приказами оно может этот механизм может быть запущен и но я потом в конце расскажу в конце расскажу как как можно этому противостоять законным путем а именно родителя сейчас давайте чтобы вот какую-то связку сделать вернемся на начало да по по вот этой проекту превенция суицида почему я на нем хочу остановиться потому что он очень-очень будет тесно связан тесно связан с этими антисемейными законопроектами я сейчас это говорю не просто так а произвожу параллель с другими странами где такой закон работает вот смотрите на чем мы остановились вот превенция суицида мы говорили о том что начали говорить что в Казахстане рос суицида потом начали запускать дорожные карты то же самое по семейно-путовому насилию что такое дорожная карта это план действий и финансирование государство выделяет для того чтобы бороться с как скажем ну с этой проблемой и в школах у нас были запущены пилотные проекты тестирования на склонность к суициду наши психологи наша ассоциация психологов да восстали и сказали сами вопросы наталкивают на суицид плюс там идет реклама наркотиков и вот психологи Костана я поговорила психологи Павла Дара не запустили этот проект потому что он был в режиме пилотного проекта в 2016 году когда Балиева заступила на пост уполномоченным по правам ребенка я участвовала на этом в мае она приезжала в Алмату знакомиться со всеми неправительственными организациями меня тоже туда пригласили где она говорила о том что давайте мы сейчас я я сейчас на меня давит ЮНИСЕФ и мы сейчас я проедусь по всем акимам области и скажу о том чтобы вот эту превенцию суицида запускали во всех школах я помню что и меня тогда я помню в прошлый раз даже извините что даже расчувствовалась расплакалась да я знала к чему это может привести я прям два дня села и всем акимам и всем отделением образования области районов везде написала письма к чему этот проект может привести ну то есть я думаю хоть что-то я сделаю хоть что-то я сделаю чтобы ну какую-то хоть приполно поставить но я как поняла в 2016 году это не получилось и 2000 если меня ну могу в датах ошибаться но кажется в семнадцатом году вот фонд Belem Foundation это тоже самое как фонд по метадону Аман Саулок по СБН это не молчи КИЗ они начали прям очень активно двигать начали прям с акимами встречаться о том что нужно во всех школах это внедрять я на прошлом тоже раз говорила повторюсь заключили они меморандум с UNICEF эксклюзивный также с с американской ассоциацией психиатров и у них тоже в штате есть психиатры мы в прошлом году по кодексу здоровья мы прямо с ними сталкивались так скажем в битве но это я считаю как бы своего рода информационной войной вот и там много психиатров психиатрических болезнь бывшие работники и они стали массово обучать сотрудников школ психологов ну то есть прям готовить готовить инфраструктуру при этом я вам хочу сказать нет еще закона понимаете то есть вот эти в режиме если в Казахстане что-то в режиме пилотного проекта внедряется считайте что через несколько лет это будет уже закон уже вот эту всю инфраструктуру получается от а до я уже выстраивается вот этот закон это просто конечная конечный последний спусковой крючок да это как вот к примеру фильм недавно вышедший под названием жена в конце фильма есть титры и там сказано что закон о противодействии семейно-бытовому насилию в Казахстане будет принят весной 2021 года то есть он вышел недавно буквально недельки 2-3 назад это к тому что те как бы авторы этого фильма уже заблаговременно уверены в том что все это дело продавится да ну я думаю что да они так думают почему потому что вот даже ко мне вот одна из наших волонтеров обращалась она участвовала в каком-то соросовском мероприятии ее там пригласили и там наши вот эти неправительственные организации которые соросом финансируются там сетовали на то что ну вот это правительство не примет они такие представители сороса говорят мы решим это с вашим правительством и мне этот волонтер она приходила и прям такая возмущенная представляете то есть это вот утвердительно говорится да мы решим с вашим правительством я думаю что что-то из этой серии потому что понимаете Корни пустились глубоко, потому что гражданское сообщество, по сути, заменено у нас неправительственными организациями, которые давно уже, как грантовыми деньгами, они взросшены, и действительного гражданского сообщества у нас в Казахстане не было, то есть именно глаз народа не было. Это благодаря Кодексу Здоровья вот сейчас начали просыпаться простые граждане, они просто почувствовали, что это коснется каждого из нас, что нужно каждому из нас проснуться и посмотреть, и что-то с этим сделать. И вот что касаемо проснуться каждому, друзья, сейчас у вас 150-170 человек, да, просьба такая, это касается каждого из нас, нажмите на самолетик и отправьтесь всем своим друзьям, родственным, близким, за кого вы переживаете и считаете, что они должны знать об этом всем, потому что Алия Абдинова сейчас делится очень полезной информацией, которая касается каждого из нас. Внизу есть самолетик, такой небольшой смайл, вы отправляете всем своим друзьям, и при том, что вы не сможете выйти из прямого эфира, это не помешает вам сделать, поэтому отправьтесь. Спасибо. И, то есть, мне сейчас даже отрадно, понимаете, потому что я всегда с болью наблюдала, как вот эти все проекты легко, легко просто, понимаете, у нас внедряются в Казахстане. И у нас настолько гостеприимный народ, что когда вот иностранцы приезжают, они прям, ну, встречают хлебом и солью. И когда это говорят такие серьезные люди при галстуках, да, такими красивыми лозунгами, благими намерениями, прикрывают благими целями, то есть я же, как говорила, цель-то разрушительная, она не скрывается, ну, до конца его не открывают, пока люди уже на своей шкуре это не испытают, эта цель до конца не раскрывается. И это все под благими намерениями, и наш народ это все принимает, и наши чиновники тоже. И таким образом я всегда с болью наблюдала, как это легко все это у нас в Казахстане внедряется. Я думаю, что впервые в Казахстане они встретили такое сопротивление именно по Кодексу о здоровье народа и по вот этим антисемейным законопроектам, которые рассматривались у нас в Можелесе, и сейчас некоторые из них и продолжают рассматриваться. И мне отрадно, что простые люди начали обращать на это внимание. Теперь вернемся к теме. Затем, то есть, как я говорила, закона еще нету, но вся инфраструктура уже выстроена тоже как по метадону, тоже как по превенции суицида. И во всех школах практически запустили вот эти психологические тесты, которые стали проводить психологи. И тогда психологи в интервью стали говорить, мы наконец-то поняли, зачем мы в школе сидим. Они просто нас там, ну в некоторых школах, как нас директора школ гоняли, ну там как принеси-падай, да. Вот теперь мы наконец-то поняли, для чего мы были внедрены в школу. То есть для этих психологических тестов на склонность к суициду. Что произошло? Что произошло? Белем Фаундейшн почти во всех областях провели вот эти психологические тесты. Родителям это все под благими намерениями. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок закончил жизнь самоубийством? Любой нормальный родитель скажет, нет, я не хочу. И потом, и все дали согласие. Вот, например, возьмем тот же Шымкенскую область. Там где-то 49 тысяч родителей дали, ну опросили, из них где-то 47 тысяч дали согласие. Две тысячи родители только отказались от этих тестов. И выявили там, я сейчас не помню, но определенное количество, процент детей. И они все были направлены к психиатрам на лечение. Мы потом запрашивали по ЗКО, это Западный Казахстан, мы спросили, мы почти во всех областях спросили, но нам только одна область отправила, что они пролечили детей психотропным препаратом амитриптилин. Мы посмотрели официальную аннотацию, и вот этот психотропный препарат амитриптилин, нельзя давать его людям младше 24 лет, потому что оно вызывает, получается, мысли о самоубийстве и самоубийстве. То есть, понимаете, лечат самоубийство препаратом, который вызывает самоубийство. Это только одна из побочек. А там еще сколько побочек. Вот. То есть, это все еще в режиме пилотного проекта. Понимаете? То есть, уже наших детей лечили психотропными препаратами на стадии пилотного проекта без закона. Да. Это данные какого года? Это 2018-19 год. Еще раз. Это еще кодекс. Это Шымкент. А вот это амитриптилин, это Западный Казахстан. И плюс еще Досаев выступал, он говорил, что там, я сейчас, если я могу ошибаться в цифрах, где-то 270 миллионов было выделено на вот эту превенцию суицида. Еще раз повторюсь, не было закона еще. То есть, понимаете, то есть... Вы делаете свой бюджет? Да. Да. То есть, и вот теперь, смотрите, инфраструктура вся выстроена. И для того, чтобы убедить наших законодателей, то есть парламент, были сделаны заключения. Это то же самое, как по метадону. Делается заключение в основном из лоббистов, которые, в принципе, лоббировали все эти годы, эти проекты. И вот, я в прошлый раз про это упоминала, был сделан отчет Казалардинской области. Мы, когда по кодексу о здоровье, вот 2000 СЧ, я уже вот эти столько событий происходит, так, в 2020 году, нам выслали вот этот отчет Казалардинской области. Вот здесь уже, вот здесь уже истинные намерения были открыты. Это, представляете, с 2007 года, только 2000, насколько помню, отчет 19 или 18 года, вот здесь только раскрыли. Представляете, сколько лет пудрилось мозги людям, что это благое намерение, всю инфраструктуру выстроили. И только вот здесь уже, перед принятием закона, уже говорят о том, что мы будем выявлять у ваших детей депрессию, ну, то есть психиатрические заболевания. И это является причиной суицида. То есть, не, вот как я говорила, не реальные причины, а психиатрическое заболевание. Да. Вопрос какой? Получается, депрессия, это, как понимаю, это психиатрия, правильно? Это клиника. Да, это психиатрия, да. Это психиатрия. Получается... Они, как говорят, это легкое заболевание. Легкое, да. Заболевание, да. Выходит, что психологами, да, будет путем тестов и потом уже выявление определенной группы людей при личной беседе будет определяться, так сказать, статус его склонности к такому вот психическому отклонению. И потом, кто назначает ему вот такой вот, согласно этого алгоритма, эти таблетки? Вот мы сейчас это дойдем. Это уже идет к кодексу о здоровье. Я сейчас этот момент расскажу так, последовательно. И, Гарри, мы будем выявлять причину этого такое. И к Казлардинской области было рекомендовано закупить транквилизаторы и антидепрессанты. Это для детей, школьников. А чем отличается одно от других? Я позже это тоже скажу. Ну, это психотропные препараты. И, получается, это уже в этом отчете было сказано. И этот отчет, этот отчет был приложен для того же, для лоббирования уже статьи в Кодекс о здоровье народа. Теперь вернемся к вашему вопросу по поводу, кто это будет назначать. В Кодексе о здоровье народа постановку психиатрического диагноза облегчили. То есть у нас до этого момента, в действующем старом Кодексе 2009 года, кстати, СБН в 2009 году был принят, и Кодекс о здоровье в 2009 году был принят. Такая тоже такая взаимосвязь. Ну, тогда, видимо, общественное мнение еще не было готово. Это мое мнение такое сейчас. И что произошло? В старом Кодексе было написано, что психиатрический диагноз могут ставиться только врачами-психиатрами по объективным причинам, лабораторным исследованиям и, третье, клиническими испытаниями. Вот что такое. Ну, вот там три основания было. Ну, то есть, как обычно, нормально, да? Стандартно. Ну, понимаете, там тоже были перегибы. У нас столько кейсов, когда это просто субъективное мнение психиатра было, да? Я исхожу из наших кейсов, когда из-за очна диагнозы ставились даже по старому Кодексу. Но там хоть можно было к чему-то придраться. Теперь по новому Кодексу о здоровье написали по критериям, по международным критериям. Это международный классификатор болезней. Если его вы откроете, в принципе, я могу открыть и вам троим много диагнозов подоставить. Это вы говорите про МКБ-10? Да. Критерии это... Да, они тоже до этого тоже МКБ-10 руководствовались. Но, по крайней мере, там было вот эти клинические исследования, там объективные данные, да? Ну, что-то там, какое-то доказательство, какая-то доказательственная база должна была собираться. А сейчас это критерия по признакам ставится, понимаете? По признакам каким-то. Бессонница. То есть, получается, чтобы люди немножко понимали отличие признаки и от результатов, проведенные через клинические, там, экспертизные работы. Получается, если я буду сидеть, грубо говоря, вот чуть вот так вот делать, то это может вызвать у психолога ощущение, что у меня признак какого-то психического расстройства, да? Да. Да, вот, например, вот у нас был пример, был поставлен диагноз, был поставлен диагноз женщине за то, что, ну, у ней дочка была смертельно больна и какое-то лекарство должны были бесплатно выдавать. Оно дорогое. И она начала обивать пороги управления здравоохранения. И ей это лекарство не дают. И чтобы ее успокоить, ее госпитализировали в психиатрическую больницу, чтобы она не стала досаждать управление здравоохранения. Ну, обманом путем участковую, говорят, у вас там вода течет, она открыла, а там санитары. Ее забрали. И ей был поставлен диагноз органическая, органическая, ну, короче, какое-то органическое, я сейчас точно не помню этот диагноз. И по вот этим, по тому старому кодексу другой психиатр говорит, ну, если это органическое, это значит, должно быть, еще, органическое бредовое расстройство. То есть они говорят, ну, если это органическое, у вас должно быть, ну, какое-то повреждение вашей головы. Где было исследование, что ваша голова была повреждена, да, или там еще какое-то органическое повреждение, там, нервной системы, еще что-то бредовое. а там бредом написали, что она бредит, что у нее дочь больна. И вот этот, ну, там была нормальная специальность, ее потом затушили, конечно. И она говорит, а где здесь бред? У ней все документы подтверждают, что у нее действительно дочь больна. То есть она это не бредит. И то есть по тем, по старому кодексу, то есть вот этот диагноз можно было спорить. Понимаете? А сейчас нет уже. А сейчас это критерий, это критерий, понимаете? Хотя по старому тоже невозможно было, я из практики говорю. Но там, по крайней мере, хоть какой-то шанс был. Ну, сейчас вернемся опять к нашей теме, да, как эта превенция суицида связана. То есть упростили постановку психиатрического диагноза, передали полномочия постановки психиатрического диагноза обычным врачам. Врачам первичной медико-санитарной помощи, врачи ПМСП, сокращенно. Сейчас психиатрические диагнозы могут ставить терапевты. Пойдете к гастроэнергии, как там, ну, короче, любой врач может поставить вам психиатрический диагноз. Это пошел, грубо говоря, к проктологу, а он тебе выписал бредовость, да, органическую, да? Выходит, что возникает ощущение, что пытаются неким образом изменить структуру вообще системы Министерства здравоохранения. И у врача, наверное, такой адекватный вопрос должен, наверное, возникнуть. Зачем мне учиться несколько лет на специализацию психиатрии, если я могу отучиться, к примеру, на стоматолога, да, и потом лепить всем психиатрические какие-то диагнозы. Опять же, по критериям, осылаясь на международную классификацию болезней 10-й редакции. Да, да, мы когда вообще, когда мы этот кодекс прочитали, и мы 7 раз встречались с психиатрами, представителями здравоохранения, мы тоже этот вопрос задавали. Зачем вы столько лет учитесь, когда, оказывается, может любой врач вставить? И у нас там, как один психиатр, мы когда аудио-видеозапись требовали, потому что я говорю, вы понимаете, вы сейчас раскрываете, развязываете руки психиатрии, давайте это должно быть аудио-видеозапись, потому что это серьезные диагнозы, которые за собой ведут серьезные юридические последствия. На что сейчас я договорю мысли, на что нам психиатр одна говорит, мы там 6 лет учимся, 2 года там проходим, мы не можем просто так диагнозы ставить. Я говорю, ну наш опыт фонда говорит об обратном. Если вы не боитесь, если вы так объективно ставите психдиагнозы, давайте, чтобы это было под аудио-видеозапись, чтобы человек завтра мог оспорить свой диагноз. И вы говорю, если исходить из того, что вы говорите, что вы 6 лет учитесь, тогда почему вы эти полномочия передаете обычным врачам, которые не будут 6 лет учиться и 2 года проходить резидентуру? Оказывается, если любой врач тут же шизофрению может поставить, зачем вы тогда 8 лет всему этому учитесь? И тогда Министерство здравоохранения, мы на всех этих площадках выступали, своего рода, чтобы мы не шумели, к нам на такую уступку пошли, что сейчас вот эти обычные врачи могут ставить не все диагнозы, а только легкие. Это депрессия, там тревожности, ну то есть такие так называемые легкие, и то согласие человека и на психиатрический учет не будут ставить. По крайней мере, то, что мы смогли для граждан Казахстана сделать, вот хотя бы вот это мы смогли сделать. Не смогли добиться аудио-видеозаписи, но смогли, по крайней мере, добиться, что если вы пойдете к обычному врачу, что вы оттуда не выйдете, ну, к примеру, к проктологу пойдете и не выйдете оттуда с диагнозом шизофрения. По крайней мере, мы вот хоть малое, хоть что мы смогли сделать для граждан Казахстана. Да, я просто хотел уточнить видеозапись, что я уже понял ответ. Выходит, что получается, мы вот этот скандальный кодекс, когда отбивали, пытались, так сказать, докричаться до общественности через те же социальные сети весной прошлого года. И, к сожалению, люди не смогли адекватно усмотреть все эти опасности и таким образом своим молчанием позволили утвердить этот законопроект, о котором мы сейчас, в принципе, и говорим. И сейчас вот эти вот соцопросы, которые проходят с нашими детьми в школах, и причем еще не уведомляя об этом родителей, это происходит путем, опять же, благодаря узаконенного кодекса о здоровье 2020 года. Да, 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 да. И вот сейчас мы к этому тоже подойдем. Что теперь происходит? Затем в этом кодексе еще внедрили так называемую школьная-дошкольная медицина. То есть это в дошкольных учреждениях и в школьных учреждениях. Мы тогда прям лозунгами говорили, школы – это не больницы. Если родитель захочет лечить своего ребенка, у родителя преимущественно право воспитания, сам родитель пойдет сам в больницу. Зачем вы из школ делаете больницу? И как раз теперь мы подходим к взаимосвязи кодекса к СБН. В пункте 4 статьи 91 внедрили два вроде бы безобидных слова. Это превенция суицида и охрана психического здоровья. Вроде безобидные фразы, вроде безобидные фразы, но за ними скрывается, вот я как говорила, вот этот весь проект, который у нас с 2007 года внедряли. И вот это за охраной психического здоровья – это психдиагностика и психиатрическое лечение. Я это говорю, мы после встреч с психиатрами, у нас аудиозаписи имеются, где психиатры говорили, что охрана психоздоровья – это и есть психдиагностика. И мы изучили документы ВОЗ, международные документы ВОЗ, где говорится охрана психического здоровья детей и подростков, профинансированные фармкомпаниями, которые производят психотропными препараты, Джонсон и Джонсон, и вторую компанию, забыла, две компании, нет, не Файзер, не Файзер, Джонсон и Джонсон, L.I. Lee, это вот две крупнейшие фармкомпании, которые производят, они профинансировали эту работу. И где-то около 60 психиатров разных стран эту работу написали. И там как раз тоже говорится, что это есть, там птичьим языком написано, но, знаете, если там выковыривать, суть можно выковырить, это тоже психодиагностика и лечение психпрепаратами. И, как говорит, для внедрения, для внедрения вот этой охраны психоздоровья надо найти в странах влиятельных политиков или группу политиков для того, чтобы они внедрили. Понимаете, то есть они заручаются еще поддержкой влиятельных политиков. Это в их программе написано. И мы про это на всех круглых столах шумели, нам отключали микрофоны, нам не давали говорить. Именно почему-то, когда мы про психиатрию говорили, именно в этот момент нам отключали, получается, микрофон. Про вакцину, трансплантологию часами могли говорить. Как только мы про психиатрию рот открываем, нам тут же отключали микрофон, не давали говорить. Потому что это, ну, я изучаю оба других стран, вот откуда будут качаться большие-большие деньги. Потому что психдиагноз, его практически невозможно оспорить. Это, по сути, пожизненный пациент. Пожизненный пациент и фарминдустрии. Да. Давайте резюмируем сказанное. Получается, по сути, то, что прописано в такой формулировке, как охрана психического здоровья, подразумевается ничто иное, как выявление психдиагностики, оказание психдиагностики. То есть, получается, они охрану переименовали как, вернее, психдиагностику переименовали в охрану. Вот так получается? Да. То есть, когда мы говорим охрана, то подразумевается, что мы создаем заботу и профилактику каких-либо там, ну, того объекта, который мы там хотим охранить, охранять. То есть, создание каких-то лояльных условий, к примеру, создание каких-то, так сказать, хорошего атмосферного фона в той же, допустим, школе, к примеру, какие-то уголки, комнаты релаксации, может быть, какие-то классные часы по интерактивному, допустим, обучению. Но тут же, получается, они превращают охрану в то, что мы теперь, как бы, под лозунгом охраны будем проводить над вами, над вашими, нашими, точнее, детьми, социальные, так сказать, опросники, социальные опросники психологического такого характера, которых будем выявлять, так сказать, склонность ребёнка к каким-то, допустим, гиперактивным критериям. И это будет являться основанием запуска механизма, который прописан в Кодексе о здоровье. Да, то есть, понимаете, вот тоже как противодействие семейно-бутовому насилию. Классное же название у любого человека вызывает согласие. Охрана психического здоровья детей. Классно же, пусть занимаются охраной психического здоровья наших детей. То есть, какой-то благоприятный фон, атмосфера, как вы говорите. То есть, понимаете, вот когда такие слова говорят, или опиоидно-заместительная терапия, то есть мы опиоиды будем замещать другой терапией. Тоже красиво зовут. То есть, метадон, это опиоидно-заместительная терапия назвали. Тоже, понимаете, такие названия, которые у народа вызывают согласие. И мало кто будет там ковыряться, копаться, искать вот эти международные документы. Что же действительно под этим подразумевается, понимаете? То есть, само название у большинства народа, у каждого, который в своих проблемах, в своей жизни живёт. О, классно! Согласный. Превенция суицида. О, классно! Согласный. Понимаете? То есть, каждое вот такое название, оно такое благостное. И вызывает согласие. Противодействие себе на бытовому насилию. О, классно! Согласный, потому что очень много сейчас я в своём инстаграме наблюдаю изнасилованных детей, из бей, из бей, из бей женщины и всё и прочее. Да, да. То есть, само название, оно такое классное. И мы вот тоже психиатрам говорили. Вот, смотрите, наша же ассоциация психологов предлагала свою альтернативу без применения психотропных препаратов, вот эти, превенция суицида. То есть, вы вот эти под словом, пункте 4, превенция суицида, какую программу вы будете у нас в Казахстане внедрять? И они нам вот эту программу, которая у нас в Казахстане внедрена была, вот эти все исследования скинули. Я говорю, а почему вы не рассматриваете программу наших казахстанских психологов? Ну, то есть, альтернатива же есть без применения психотропов? Нет. Понимаете? Ну, то есть, вот это 2007 года всё это внедрялось не для того, чтобы потом принять исследования наших специалистов. Понимаете? Вот. Теперь, по превенции суицида, по результатам вот этих тестов выявляют группы риска. Это не обязательно, что эти дети когда-то бы закончили бы жизнь самоубийством. Понимаете? Но их будут реально лечить вот этими психотропными препаратами, которые вызывают мысли о самоубийстве. Как один врач-невропатолог Соединённых Штатов Америки, он написал книгу СДВГ, СДВГ – это гиперактивность, да, мошенничество врачей, как из нормальных детей сделали пациентов. Он такую книгу написал, крик души у него был. И он там писал, когда в кровь вашему ребёнку попадёт психотропный препарат, вот тогда у вашего ребёнка начнутся реальные проблемы и на физическом, и на психическом уровне. Вот тогда реально проблемы начнутся. Это написал врач-невропатолог, который наблюдал, как вот такая система, которая у нас в Казахстане внедряется, он много-много лет за этим наблюдал. Он уже на свой страх и риск вот эту книгу написал. На него колоссальное было давление оказано, но это он книгу написал. Несколько лет тому назад в России его перевели сейчас. Его можно, эту книгу, купить. У меня в электронном варианте есть, если хотите, вам могу его дать. Обязательно спиньте его просто эфиром. Да. И теперь, в этом же кодексе закладывали статью 152. 152, это в проекте кодекса было, что угроза жизни здоровью ребёнку была написана. То есть под него подпадало, ну, например, у ребёнка 37, вы не хотите антибиотики давать. Ну, зачем антибиотики, когда можно другими средствами сбить? Или же вашему ребёнку приписали психотропы, а вы отказываетесь давать. То есть вот этот кнут. Понимаете? Мы эту статью очень яростно отбивали, и мы отбили эту статью. Мы очень яростно отбивали. Там был общественный резонанс, был поднят очень такой, очень сильный-сильный. И мы его отбили. В марте 2020 года. Но теперь эти же нормы появились в законопроект о семейно-бытовом насилии. И вот там в пятом виде насилия, это пренебережение интересами ребёнка, там появилось такое понятие, как обязанность родителя от медицинского вмешательства. Ну, короче, медицинская помощь ребёнка, простыми словами. Как раз вот про это и писали. Оказание медицинской помощи. Да, оказание медицинской помощи. В 35-й статье по поводу угрозы. Должное оказание медицинской помощи. Да, да. А в статье 35-й там появилось такое понятие тоже, как угроза здоровью. То есть там не было слова непосредственно. Это потом, когда мы вошли в рабочую комиссию, тогда вот это слово непосредственное появилось. А вообще в проекте оно было просто угроза. Теперь вот здесь, вот здесь, я хочу вам показать связь между кодексом и вот этими антисемейными законопроектами. СБН. Какая связь? СБН, да. Вот смотрите, есть родитель. Я сейчас вот уже из опыта других стран. Есть родитель, есть ребёнок. Никакой родитель, но практически подавляющее большинство родителей, они за своих детей. Есть, конечно, исключения, там алкаши, наркоманы. У нас действующее законодательство с такими, которые злостно не исполняют обязанности своих родительских. В отношении них есть меры, действующие законодательств, вплоть до лишения родительских прав, да. Но у нас почти большинство родителей пекутся о своих детях. Они носятся, они любят, обожают. Они ради своих детей живут, ради своих детей всё, будут защищать своих детей. И как убрать вот этого родителя, который горой станет за своего ребёнка, который не даст в обиду своего ребёнка. Пусть хоть кто будет. Он за своего ребёнка любого порвёт, да, ну так, простыми словами говоря. И теперь, представляете, ребёнок и родители. Как убрать родителя? Как прямой доступ к ребёнку получить? Вот здесь СБН. СБН и вот те антисемейные законопроекты, которые рассматриваются. Это ужесточение наказания родителя. Чтобы вот как в западных странах, когда приходят, родители изымают, родители пискнуть не смеют, потому что знают, что если они будут сопротивляться, завтра они окажутся в тюрьме, и они не увидят своего ребёнка, у них не будет шанса отвоевать своего ребёнка. Если они там будут эмоции показывать, то они получат психиатрический диагноз, как неадекватное поведение. У нас, помните, там в обосновательной части пренебрежения интересами ребёнка было, что в том числе психические заболевания, да? И помните, вот этот украинец, у которого во Франции отняли ребёнка, он говорит, сердце обливалось кровью, но мы не могли показывать эмоции, отдайте моего ребёнка, хотя хотелось, потому что мы знали, что завтра нам поставят психиатрический диагноз. А это будет являться основанием для лишения родительских прав, как родители, он неадекватно, понимаете? То есть вот это ужесточение административной ответственности родителей, которое сейчас тоже рассматривается, расширение обязанностей родителей вплоть до нарушения устава школы, опоздал пару раз, или там не прошёл обязательные кружки, которые устанавливают эти секс-просветы, или какие-нибудь, ну мы же не знаем, что там, да? Но в западных странах это секс-просвет, то тогда это тоже злостное неисполнение родительских обязанностей, которое влечёт за собой лишение родительских прав. То есть, понимаете, нужно обложить родителя со всех сторон. Да. Получается, вывод такой, что когда мы слышим... Ребят, пожалуйста, давайте распространим этот эфир, потому что этот эфир делается специально для вас. Этот эфир специально делается для того, чтобы широкая общественность узнала об истинных смыслах и задачах тех продвигаемых, лоббируемых законов, которые мы сейчас наблюдаем в своём ходе. Вывод такой. Получается, когда мы видим, что в тех же европейских странах отбирают детей, а точнее не отбирают, а как... Мы же говорим, что, ой, загнивающая Европа, там с детям уже почти чуть ли не с детского сада учат сексуальному, так сказать, просвету. И нас это возмущает. И нас возмущает, наверное, в большей степени, почему родители молчат. А теперь становится понятным, потому что, оказывается, они находятся, так сказать, есть... Как это вот? Под колпаком. Под колпаком. Ладно, хотел фразеологизм сказать. Когда вот этот меч над головой не сможешь поднять, потому что... Домокла в меч, да? Домокла в меч. Получается, что они молчат и не могут что-либо возразить ввиду того, что обложены этими всеми правилами, которые, если нарушают, то его признают как посягающего на право ребенка, в том числе и на сексуальное, право сексуальное, репродуктивное, да, как бы образование, здоровье. Да. На здоровье, на право здоровья, потому что родитель обязан оказать должное, медицинская помощь, в том числе и... Там же вакцинация сидит, там сидит и в случае назначения психологам диагноза таблетки какие-то, психотропы и все подобные, да, влияющие на психику препараты. Да. У нас пока... Вот для меня стало теперь понятно, почему там происходит сейчас вот то, что происходит в плане сексуального просвещения. Почему они молчат? Да, я думал, что просто это программа сексуального просвета и как бы само собой разумеющая. А теперь я понимаю, почему родители с этим смирились и не могут ничего сказать. И принимают это уже за некую данность культуры их, так сказать, ареала проживания. Да. Там, конечно, большинство не согласны, но все равно на митинги же выходят. На митинги выходят, но это не освещается в широкой СМИ, мы про это не узнаем. Хотя традиционные семьи и во Франции выходили, когда уже этот колоссальный объем, ну, как масштаба достигла вот эти изъяты дети. И традиционные семьи, они выходили, что мы сейчас в меньшинстве. Такие митинги были, но просто это широко в СМИ не освещается, освещается вот по поводу защиты меньшинств. По психологам. Психологи у нас пока не могут ставить психиатрические диагнозы, и они не могут пока выписывать препараты. Они могут направлять к врачам, обычным врачам ПМСП, ну, у них есть уже полномочия по станоке психиатрических диагнозов. И врачи ПМСП, согласно кодексу о здоровье народа, в школьной, дошкольной медицине, как раз таки врачи ПМСП оказывают вот так называемую медицинскую помощь. Наверное, сейчас возник у некоторых вопрос, что такое ПМСП, наверное, нужно... Это врачи, первичные медико-санитарные помощи, то есть это обычные врачи. Обычные врачи. Медпункт в школах, правильно? Да. Да. Вот ближайшая больница, где врачи ПМСП, они вот эту как раз школьную, дошкольную медицину, они проводят вот эти профилактические медицинские осмотры, которые, кстати, они обязательными, да, являются. И плюс... Ну, это обычные врачи проводят. И эти же обычные врачи сейчас по кодексу о здоровье могут ставить психиатрические диагнозы. По результатам вот этих психологических тестов этих детей будут направлять не к психиатрам. И у родителей это тоже не вызывает сомнения. Ну, те, кто не знают про кодекс. Ну, то есть, ну, направили терапевту, ну, и направили, да, к примеру, скажем, что он оттуда выйдет с психиатрическим диагнозом и с рецептом на психпрепарат. Ну, об этом родители знать не будут. То есть, не к психиатрам же направляют. И еще в 2017 году для... Я считаю, что это предподготовка для принятия кодекса. Давно медсестры, вот эти медпункт, да, в школах, это относилось к Министерству образования. В 2017 году вот эта дошкольная, дошкольная медицина уже была внедрена в школах. Открепили от Министерства образования и прикрепили его в Министерство здравоохранения. То есть, вот эта инфраструктура тоже уже шла уже в 2017 году. И теперь, смотрите, вернемся опять же к СБН. Опять же к СБН. Вот вот этот насилие, вот это пренебрежение интересами ребенка, да, и угроза жизни здоровью. Это мы боимся, что вот, понимаете, вот такие широкие полномочия были открыты психиатрией. Это будет делаться руками психологов и обычных врачей. И теперь, представьте, ребенка был поставлен по результатам этих тестов какие-либо психиатрические диагнозы. Ну, там, не знаю, гиперактивность или депрессия или тревожность, да, ну, то есть, какое-то такое заболевание. И его по результатам направляют, ну, то есть, в рецепт и на лечение. А теперь родитель говорит, а я не хочу, а я вот, я аннотации почитал, у меня волосы дыбом, там такие побочки, я не буду давать, да. Или же родитель по незнанию, ну, думает, врач не обманывает, дал таблетки и видит вот эти ужасные последствия, там, сонливость, там, заторможенность, ну, то есть, он видит вот эти последствия. И родитель, он знает своего ребенка и связывает, что это после приема лекарства произошли, вот такие изменения. И родитель отказывается, пошел к другому врачу, посоветовался, да, и отказался, к примеру. Как заставить родителя, чтобы он давал дальше препарат? Как заставить родителя вакцинировать своего ребенка в школах? В этой дошкольной медицине также и вакцинация включена. То есть, я по поводу вакцины ничего не могу сказать, я это глубоко тему не изучала, но сам факт, что что это в школе внедрено. Принудительно? Но там не написано, что принудительно, но что в школе это будут делать. И это если в школьной дош... Ну, вот у меня буквально позавчера мама приходила с Алматинской области, ее угрожали лишением родительских прав, то, что она отказалась от вакцинации. В школе ее медсестра вызывала, вызывала, и в конце концов, вот такой вот угрозы пошли. Говорят, вот сейчас закон примут, и мы вас лишим родительских прав. Уже такие угрозы пошли. И вот теперь, смотрите, вернемся опять. Ну, то есть, вот отказались от медицинского вмешательства, да, теперь как заставить родителя это сделать? Как заставить? И это изъятие ребенка. Это изъятие ребенка. В этом СБН, там вот под словом несовершеннолетний, там же за словом несовершеннолетний последний редакции, да, таблицы, было скрыто, что если родитель пренебрегает интересами ребенка, а пренебрежением, как мы видим, это в том числе медицинское вмешательство. А это дальше в статье, в десятой последней редакции таблицы, это МВД, могли просто приехать, и отдельно несовершеннолетнего, и зять, и семьи. То есть это вот это, мы когда по 35-36 шумели, они его скрыли под понятием несовершеннолетний. То есть, понимаете, им нужно в любом случае вот это изъятие, легкое изъятие ребенка включить, чтобы это, как вы говорите, как вот этот меч висел над родителями. Теперь, чтобы не быть голословным, чтобы завтра нас не обвинили, не сказали, так они там придумывают, чтобы сгущают краски. Нет, давайте я вам зачитаю несколько примеров. Несколько примеров. Вот смотрите. Соединенные Штаты Америки, штат Теннесси. 1 июля 2009 года родители отбили законопроект, где школа, школа не допускали, ну, до этого момента не допускали ребенка в школу, если он не принимает психотропный препарат. Представляете, не допускали в школу. То есть это было, тут я с английского перевела, то есть обязательный реквизит это было для того, чтобы посещать школу. И если родитель отказывался, отказывался, то тогда родителя обвиняли в жестоком обращении с ребенка, над ребенком, и отсутствии медицинской помощи, и изымали ребенка. И родители в 2009 году, сенатский законопроект 285, запрещает школе проводить вот эти скрининги, если же родители не дали согласия. Там даже без согласия родители это проводили. А по результатам вот эти психдиагностика, психпрепарат, а родители отказываются, лишение родительских прав и недопуск к школу. Это штат Теннесси. Давайте посмотрим 2005 год, Флорида, сенатский законопроект, 1766 год. Тоже государственная школа отказывала любому школьнику к школьным программам, если же родитель школьника отказался давать психотропные препараты ребенку, и также его изымали. Или если же родитель отказывался от психологического обследования ребенка. Это в 2005 году отбили. Это штат Флорида. Теперь вот этот мне очень понравился, он прям под наш то, что сейчас рассматривается, очень подходит. 28 июня 2001 год Коннектикут, законопроект Палаты представителей 5701. Это уже родители то, что отбили. Вот здесь было у них до 2001 года школьные персоналы давали психотропные препараты любому ребенку. И если родитель отказывался от психологических обследований либо тестов, или же отказывался давать психотропный препарат, то это являлся основанием разлучения детей от родителей. И отдавали ребенка под опеку, суд либо решал, ну то есть, ну вот эту систему, которую у нас сейчас выстраивает по семейно-бытовому насилию, то есть вот эти соц... Ну вот сейчас же выстраивают приемные семьи, вот эти всякие наставники, да, вот сейчас кодекс о браке семьи, вот это все рассматривает, то вот ребенка получается изымали. И родители обвиняли, что он пренебрегает и злоупотребляет своими правами и обязанностями. Ну вот в принципе я в общем все, что вот хотела сказать. Вы видите, да, какую параллель? И сейчас это все под благими намерениями, под видом защиты прав детей от недобросовестных родителей. Вот такие вот законопроекты, к сожалению, рассматриваются у нас в Казахстане. Что вы можете сделать? Вы можете сделать, подписаться на союз родителей, скоро там в Топлинке появятся вот эти заявления об отказе от всяких психологических тестов без вашего согласия в отношении ребенка, от всяких вакцины, вот этих секс-просветов в школе, чтобы без вашего согласия никаких таких тестов, либо таких курсов без вашего согласия не проводили. Если вы родитель, то нужно распечатать это заявление в двух экземплярах. Один экземпляр сдать школу, на втором экземпляре поставить отметку, что принято, что дальше, если в дальнейшем будут такие без вашего согласия, если проведут, то вы можете это обжаловать действия, да, действия школы в суде. Сейчас вот это в Топлинке есть у Афгум. У Афгум на данный момент. Мы, когда опубликуем этот прямой эфир, мы прикрепим в комментариях союз родителей инстаграм, чтобы наши зрители могли прийти и подписаться. О чем будет четвертая серия нашего прямого эфира? Не успею это сказать. Да, мы потом тогда это скажем. Еще смотрите, это заявление, еще на Кургалке тоже есть вот эти образцы заявления. Там тоже вы можете скачать. Хорошо. Пока. Пока.